Продолжение следует... Казалось бы, во времена, когда большинство любит посещать клубы, находятся энтузиасты, создающие действительно уютную обстановку для отдыха. Именно такую обстановку подарили всем участникам квартирника все свои. Посвятили его, конечно, предстоящему Дню Студента. Он приурочен все-таки к Дню Студента, к 25-му числу. Ну, пятница достаточно такой, после парты, да. Будущие студенты, мы тоже их ждем. Это школьники, старшеклассники, конечно, студенты. Ну и бывшие студенты, как говорится, бывших студентов не бывает. Тоже здесь имеют место быть и они. Места хватит всем. Развлечения на разные возраста. Заняться действительно было чем. В одном углу ребята играли в настольные игры, в другом, в уютном кругу, играли на гитаре. Кто-то пришел просто пообщаться. Некоторые же не побоялись показать себя публике, выступив на открытом микрофоне. Теряя смысл, ну и пусть, невыносимой стала грусть. И в комнате, что с потолком, не чуждо. Больше всего гостей мероприятия поразил мастер-класс «Животная импровизация» Ксении Михеевой, который научил ребят общаться по-новому. Наш город Ксения посетила впервые и просто в восторге от всего, что произошло с ней за такой короткий промежуток времени. Я в восторге от того, как меня здесь приняли. В восторге от специалистов, которые работают здесь, в центре досуг, и от молодежи, которые открыты, готовы общаться и хочут развиваться, что самое интересное. И я сегодня привезла мастер-класс, который называется «Животная импровизация». Со мной сегодня лисички, но мы будем не только лисами, а еще другими разными животными. Это на самом деле импровизация о жизни. Потому что каждое животное обладает определенным характером, так же, как и человек. И сегодня мы будем учиться становиться непосредственными, несмотря на свой возраст, становиться детьми, возраста трех-четырех лет, когда мир воспринимается розовым и волшебным. Чем больше этого волшебства взрослый человек в себе сохраняет, тем легче ему переживать стрессовые ситуации в взрослой жизни. Поэтому такие мастер-классы полезны, как и педагогам, которые работают с детьми, и молодежи, которые учатся, студенты, которые большие стрессовые нагрузки выдерживают, особенно сейчас в перецессии зимние. И мы будем дурачиться. Это основная часть мастер-класса. Также в этот день Печора присоединилась ко всероссийской акции «Татьянка». Организована акция «Молодежкой Общероссийского народного фронта» и приурочена также к дню студента. Сувениры с изображением полюбившейся многим героини-студентки напомнят всем, что, несмотря ни на что, студенческие времена – одно из лучших событий в жизни. Открытки в юмористическом ключе про студенческую жизнь, про халяву, про прогулы, про спал и так далее, которые можно оставить себе и на память, на долгую память о своей студенческой жизни. Она будет храниться. И вот память о том мероприятии, о квартирнике, память о студенческой жизни. И очень такие интересные зарисовочки нам предоставили. И мы его непосредственно проводим здесь, в Печоре. К сожалению, на первый такой квартирник людей собралось немного. Но организаторы уверены, что в следующий раз соберут намного больше. И немного поменяют концепцию встречи, основываясь на отзывах гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok